Мы рады вам представить наш новый социальный проект, который победил в грантовом конкурсе ОНК-партнерства. Сейчас я немножечко расскажу вам про самый новый проект и что вас ждет. Участников, да, чтобы СМИ понимали, что вас ждет. Потому что я думаю, что каждый мастер-класс, каждая встреча, не только для участниц, но и для тех, кто будет следить за этим проектом, будет интересно. Итак, что же такое проект «Шаг вперед»? Это, во-первых, проект для женщин, для тех, у кого есть семья, для тех, кто планирует завести эту семью, для тех, кто хочет и стремится расти вверх. Морально, духовно, по-разному получится. Давайте. Значит, «Шаг вперед» — это мастер-классы, это профориентирование, это психологический тренинг, который у нас войдет в тоже проекте, это семинарские занятия, деловая игра. И, конечно же, это будут новые возможности для самих вас, для самих женщин. Победителем проекта конкурса «Грантовый подборство ОМК «Партнерство» стала социальная общественная организация «Забота». Давайте с вами немножко познакомимся. Я являюсь одним из учредителей этой общественной организации. Светлана Александровна является председателем управления социальной общественной организации «Забота». Вообще, наверное, заботу многие знают, да, потому что она существует в нашем городе уже давным-давно, и деятельность реально ведется. С 2013 года прям активно ведется деятельность, зарегистрирована официально с мая 2015 года. Но на самом деле Светлана Александровна проводит большую работу в плане поддержки материнского и детства. Это помимо этого проекта ведется деятельность. Я бы сейчас хотела, чтобы Светлана Александровна сказала несколько слов о том, что вообще такое «Забота» сегодня, да, какая вот деятельность ведется и с беременными мамочками, да. Вот чуть-чуть прям скажите, прям вот несколько слов. Пусть все знают. Добрый день, уважаемые друзья. Я рада видеться сегодня в наших стенах, здесь, в биосинкубаторе, потому что мы работаем уже в «Заботе» не первый год. Это была наша общественная работа, как сказала Жанна. Почему «Забота»? «Забота» о близких, «Забота» тех, кто рядом. Это мамы, это семьи, это женщины, которые оказались в тяжелой кризисной ситуации. За пять лет работы у нас сохранено более 400 детей. Кроме этого, мы оказываем помощь многодетным, малообеспеченным семьям. С семьям инвалидов проводим акции с ними. Тот, кто знает, да, я думаю, что мы посещаем, это наши родные семьи уже. И мы рады знакомству новым семьям, тот, кто не знает о нас. И мы помогаем всем, кто к нам обращается. Мы проводим консультативную помощь и психолога, и юриста. То есть все, что необходимо. У нас гуманитарный склад, помощь вещевая, продуктовая. При необходимости помощь медикаментозная, приобретение медицинских препаратов, если необходимо. А также помощь продуктовая. То есть в центрах у нас находится ЧКЛ-64. Но хочу сказать, что параллельно с этим проектом мы стали победителем грантового конкурса международного православного инициатива. И в ближайшее время в нашем городском округе откроется кризисный центр для мамы «Забота». Это для тех женщин, для тех семей, которые попали в тяжелую кризисную ситуацию, у них нет выбора, им негде жить, а они остались на улице. И временное размещение этих женщин будет в этом кризисном центре. Мы обязательно сообщим, когда будут открытия, и расскажем о нем. Ну, а сейчас этот проект для нас тоже важен. Жанна является руководителем проекта, и наша организация в дальнейшем, надеюсь, будет с вами сотрудничать. И мы рады нашей большой семье. Удачи вам! Итак, как я уже сказала, социальная организация «Забота» является победителем грантового конкурса. Здесь у нас тоже присутствуют победители. Да, это интервейсы. Вы тоже уже начали реализовывать свой проект. Итак, что же такое за конкурс происходил? Да, кто не знает, сейчас немножко расскажу. На конкурс ОМК «Партнерство» поступило 256 заявок. 76 проектов от сотрудников ОМК, 180 от некоммерческих организаций из всех регионов присутствуют предприятия и компаний. То есть это вот во всей России. По решению экспертного совета конкурса «Финансовая поддержка» получили 59 проектов. 35 от организаций. Причем из ВИКСа это не очень много. Кто был уже на презентации, знает, что из ВИКСа, это вот прям вот пальцы в одной руке и хватит сказать, да, кто победили. И 24 от сотрудников. На их осуществление в 2016 году ОМК направил 9,3 миллиона рублей. Вот благодаря такому конкурсу в нашем городе идут изменения. Благодаря этому конкурсу у ребят есть возможность реализовать свой проект. У наших женщин есть возможность вырасти немножечко. Именно профессионально, именно духовно. Сейчас я немножечко расскажу про сам проект, а потом Сергей Васильевич. Мы обязательно вам дадим слово, хорошо? У нас есть сегодня представитель от завода, от начальника учебного центра Сергей Васильевич Матюков. Мы обязательно ему предоставим слово. Итак, ну что, социальный проект «Шаг вперед». Что же это такое за проект? Это комплекс мероприятий, тренингов, вебинаров, мастер-классов по выявлению способностей для профессионального самоопределения. С последующим выбором деятельности у нас идет еще выпускницы из перекаты. Мы здесь с вами вместе в участниках, их всего две. Или можно повысить квалификацию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Или обучить женщину с целью переподготовки для трудоустройства на другое рабочее место. Либо переориентировать женщину, высвободившуюся в предыдущем месте работы, следить с сокращением штата. Но согласитесь, вот это популярно, да, то, что сейчас будет сокращение. Кто-то дома сидит и маме, потому что от того, в каком настроении пребывает мама, очень зависит атмосфера в самой семье. Итак, наши партнеры и мастера, которые нам будут нас учить, будут нам вкладывать свои знания. А мы с вами будем, конечно, с удовольствием учиться. Итак, самый первый мастер и мастер-класс состоит из этого мастера. Это Егорова Оксана. У нас сегодня здесь присутствует. Кто-то, который уже мастер этого знает. Итак, мы стали. Что делает Оксана? Оксана – это изготовление оригинальных стильных игрушек. Зайки, мишки, популярные игрушки в стиле тинда. Изготовление эксклюзивных подарков по желанию клиента. Вот скажите, пожалуйста, Оксана, что мы будем делать в этом проекте? Какой у нас будет мастер-класс? Сколько он продлится? И вообще, давайте поймем, да, сколько вообще этот мастер-класс в обычной жизни стоит на одного человека? Ну, мы планируем привести мастер-класс по изготовлению зайцев в стиле тинда. Этот мастер-класс рассчитан часов на восемь. То есть это два дня по четыре часа он будет, да, два пяти? Ну, да, да. Потому что желание. И стоимость этого мастер-класса – 1800. То есть в обычной жизни каждая из вас могла бы принять участие в таком мастер-классе, но он что, 1800 за пошив такого зайка. А скажите, пожалуйста, сколько такая вот игрушка стоит? Вот такой заяц, тильда. Две прести. Две прести сейчас, да, вот стоит? Вот, да, и вы научитесь сделать вот таких замечательных кукол. Но я думаю, что нам покажут азы, а мы же с вами будем дальше развивать свое умение, да? Может быть, у нас будут уже не зайки, может быть, у нас там мишки будут или совы, или что-то еще. Пожалуйста, дальше продолжаем с вами. Итак, сегодня девочки Лаванов и Дина не присутствуют у нас на открытии. Они работают во всю сегодня пятницу, свадьбы. Это можно понять. И мы дальше встречаем. Мастера салона Держави Фэмили, они у нас будут нас учить красоте. Но это же женский мастер-класс. Конечно же, мы должны все уметь ухаживать за собой. Пальчики, ручки, кожа, макияж. Все нам девчонки подрастают, поделятся с нами. Они тоже будут участвовать. У них, кстати, тоже проходит обучение. Они обучают сами. Естественно, это обучение платное. Опять же, для вас в этом проекте все оплачивает УНК Паркерская. Давайте дальше. Следующий. Это наш паркнер. Ну, можно сказать, что мастер. Из Нижнего Новгорода врач-психотерапевт. Директор кризисного центра для женщин в Нижнем Новгороде. Гермалайв Анастасия Геннадьевна. Следующий слой. Чтобы вы понимали, насколько вот этот вот человек компетентен. Я вам сейчас немножечко про него расскажу. Здесь мелко написано. Она закончила Нью-Йоркский университет США по школе социальной работы. У нее в образовании медицинской академии в Москве специализации по детской психиатрии, Нижегородской медицинской академии в пути педиатрии. И опыт работы сейчас она работает в детской областной клинической больнице. Она является председателем движения женщин. И также она председатель женского кризисного центра. То есть это то, что сейчас Светлана Александровна пытается воплотить в нашем городе. Вот это есть уже в Нижнем Новгороде. И вот председатель как раз вот будет к нам приедет. Значит, она расскажет, проведет с вами семинар тренинг. Проведет такой семинар, который бы ваши внутренние силы и эмоции поднял. И он так называется подъем. То есть чтобы вы захотели чем-то новому учиться. И чтобы потом ваши все эти знания куда-то проявить свою жизнь. Это не обязательно, чтобы за счет этого вы будете существовать или жить, или дополнительный заработок. Но это будет интересно для того, чтобы ваш досуг, семейный досуг, стал богаче и разнообразнее. Давайте следующий. Да, вот здесь у меня вот так вот написано. Валития Выксунского отделения тренинг по финансовой грамотности. Вот скажите, пожалуйста, в вашей семье кто ведет бюджет? Женщина или мужчина? А ве семье, в которые ведут бюджет, мужчина? Вот вы сможете, наверное, что-то своему супругу подсказать. А все остальные женщины, кто ведут бюджет сами? У нас сегодня здесь присутствует Дигерев, Алексей Геннадьевич. И это руководитель дополнительного офиса нашего Выксунского. Вот мы поздравляем на это. Сделаем от вас этот самый тренинг по финансовой грамотности. И я думаю, что после этого тренинга мы с вами друг с другом тоже поделимся какими-то своими находками поведения домашнего джиджета. Итак, следующий, пожалуйста, слайдик. Это у нас с вами будет мастер-класс от шеф-повара сети кафе «Просто вкусно». Руководитель Беля и Барилина. У нас здесь будет мастер-класс и будет кулинарный квест. Конечно, он рассчитывал не на один час, чуть-чуть побольше будет. Но я вам обещаю, что это будет интересно. И мастер-класс, который Марина Николаевна проведет, это вот шеф-повар. Вот здесь вот они. Как раз они получили очередную временную, Арзамарский вуз проходил. Вот. Она вам расскажет тоже такие вот маленькие сетейские свои, которые вам обязательно в семейной жизни пригодятся. Давайте следующий. А это площадка бизнес-инкубатора, та, которая здесь сегодня находится. Бизнес-инкубатор предлагает вам подумать, может быть, у вас зародится своя какая-то бизнес-идея. И вы будете заниматься тем бизнесом, который вам будет близко к душе. Ну, возможно. По крайней мере, пофантазировать на эту тему можно, правильно же? Вот. А мы создадим, видите, бизнес-инкубатор, такую деловую игру, в которой каждый из вас попробует стать настоящим ультимиллиардером. Попробуем? Давайте. Ага, спасибо. Значит, для того, чтобы принять участие в нашем проекте, всего проект рассчитываем на 15 участников. Если у вас вдруг есть желающие, захотят с нами попробовать этот весь путь пройти, то я вам скажу, у нас есть заявка для участия в проекте. Вы, пожалуйста, мне обратитесь, могу в электронный виде выслать. Мы всех этих участий желающих возьмем. Вот насколько будет возможно. Потому что большие, когда у нас будет много количества людей, мы будем проводить здесь, и там, чтобы нам пространство было нужно. Там, где будет поменьше нам необходимое пространство, вот, к примеру, когда мы будем кукол шить, мы будем собираться в самой заводе, на Чкалове 64. Да, то есть там поближе собираться. Если есть такие знакомые, берите их в наш проект, потому что от успешности женщины зависит успех в самой семье. А для нас, в основном, семья – это самое главное. Так, еще, Светлана Александровна, я попрошу Сергея Васильевича, наверное, да, выступить со своим словом от завода ВМЗ. Уже слова благодарности звучали, когда презентация была. Всем добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Я, коллеги, соответственно, обращаюсь непосредственно к организаторам данного проекта, так как функции, скажем так, и учебного центра, и ВМЗ, и от завода этого проекта, они, в принципе, идентичны, да, это и профориентация, это обучение, и развитие. Действительно, сам проект, наверное, он не совсем обычный, не совсем типичный, но действительно очень важный, нужный и своевременный. Наверное, именно поэтому он стал победителем, да, такой жесткой конкуренции. Как сказали, что у нас там день курица была очень высокая, поэтому и нашел поддержку и нашего предприятия, и других учреждений нашего города. Действительно, это очень здорово, это очень нужно. Хочем желать вам удачи и успехов, но вот есть такое выражение, нет профессии с большим будущим, есть профессионалы с большим будущим. Поэтому я желаю вам всем стать профессионалами. Удачи. Алексей Геннадьевич, руководитель офиса Сбербанк России, нашим уголком. Скажем так, у нас сейчас в Сбербанке очень много изменений, на самом деле два направления. Есть дополнительные офисы для обслуживания физических лиц, есть для обслуживания юридических лиц предпринимателей. Я как раз являюсь руководителем обслуживания юридических лиц предпринимателей. Так что, я не знаю, тут, наверное, будем с вами как бы координировать работу, во-первых, финансовая грамотность, как для физического лица, как для человека, которому нужно расплатиться где-то картой, либо получить ипотеку, либо прочее. Тут тогда, наверное, пригласим профильных специалистов. Если же это потребуются как бы подсказки и какие-то услуги как для бизнеса, то тогда непосредственно я сам могу отмечить, либо пригласить действительно клиентских менеджеров, которые более подробно или уже непосредственно прямо оформят заявку на открытие расчесанного счета и запускать вас в море большого бизнеса, но сначала малого. Спасибо всем огромное. Ну что, вот сейчас на этом наша презентация проекта заканчивается. Если у вас какие-то есть вопросы, давайте я на них отвечу. Я знаю, что у нас здесь, из тех участниц, которые присутствуют сейчас на времени, у нас есть мамы-мастерицы. Есть такие? Есть. Я вам предлагаю сделать так, чтобы наш проект не заканчивался вот тем, что мы озвучили сейчас. У нас есть площадка, у нас есть ресурсы, у нас есть швейные машинки, которые уже, да, будут у нас использоваться. У нас вот много всего того, что нам сейчас уже позволило у ВВК партнерство. Поэтому я вам предлагаю попробовать себя в роли мастеров. и научить других тоже этому. Потому что вот я знаю, вот Юль, да, у нас делает там такие вещи, капиарии, делает там, скажи, что еще, резиночки. Сейчас мы в ВВК делаем в школе банты. Банты, это вообще классно вообще. Вот, введение с бисерами, что это, конечно, долго, но... Бисер, да, бисер в этой теме. Потом у нас есть мама, которая занимается фотографией, да? Мама, может быть, свои секреты нам расскажет. Причем эта мама необычная, она занимается такой фотографией. Фотографией на ворожье. А еще у нас есть мама, которая чем занимается? Вязание. Причем у нас есть еще мамский клуб, вот, мамская беседка в нашем городе. И про вас, если вы не знаете, я вам расскажу про вас там пишут. Вот, поэтому делитесь, пожалуйста, между собой все, да? Если нужно организовать мастер-класс, то ко мне подходите, и мы уже будем организовывать для всех. Что? Да, Олег, у нас, конечно, вот еще у нас один мастер-класс. Все участники на такие мастера собрались. Ольга у нас готовит десерты, торты, вообще просто сумасшедшие, с фруктами, классные. Оксана у нас, да? Пока вот еще не все их знают, поэтому, пожалуйста, делитесь своими находками. И, может быть, у нас с вами этот проект выросит еще что-то другое. Жанна, можно вопрос? Да. Вот я просто как бы смотрю, и социальный проект «Шаг вперед» для самых продвинутых мам. Я уверен, что этот проект реализуется на все 150 процентов, и надеюсь, что на следующий год вы про мужчин не забудете, чтобы было для самых продвинутых пап. Ну, на самом деле, куда нам без мужчин, правильно? Мы этот проект, для кого вы думаете, для женщин, для семьи это все делаем? Конечно, чтобы мужчины тоже получили отдачу от этого проекта. Потому что счастливая женщина, она принесет мир в семье и благополучие. Начало обкатать нас на женщину, а потом... Ну, может, и так. Обкатать на женщину. На самом деле, конечно, думаю, что, может быть, мы что-то пригодшим мужчинам, но пока у нас номер один – это женщины. Спасибо за вопрос. Есть еще у кого-то вопросы? Причем, когда у нас вот про врача-психотерапевты я немножко сказала, когда привезут врача-психотерапевт, она готова разбирать, ну, бывают же какие-то проблемы в семье, да? И женщина, ну, так или иначе, она не может там в силу своего образования, в силу своего опыта какие-то вещи решить. Так вот она, она помогает их разбирать. Вы просто, когда я вас буду предупреждать каждый раз, да? Почему прошу анкеты, чтобы я вас уже обзванивала, мы были там обзванивали, и Светлана Александровна, чтобы я вам прислала смс, да, и там вам звонили все, что подготовили себе вопросы, и когда уже пришли на встречу с ней, чтобы быть готовыми. И еще было бы очень хорошо, чтобы вы, каждый для себя, все-таки решили, что вы хотите. Вы хотите от этого проекта просто получить какие-то новые знания, навыки, которые вам пригодятся просто в обычной жизни? Или вы хотите получить такие знания, на которых вы потом сможете за счет которых зарабатывать деньги? Это важно. У нас сегодня здесь присутствует представитель Центра занятости населения нашего города. Я думаю, что я думаю, что сотрудничество должно получиться, да? Татьяна Кремлевна, я тоже начинаю. Потом, если вы помните, на Центре декантов, что у нас будут в этой семье участвовать, тоже прошу сейчас заранее, пока нет, здесь, наверное, они будут. Поддержайте где-то, потому что им никто не может подсказать, куда идти, учиться, какую сделать, выбор профессии, просто с точки зрения уже старших по возрасту, с точки зрения своего опыта, подсказывать, да, как-то поддерживать. Ну вот, все. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok